Всем привет! Говорит GetFan. И для вас всех я подготовил дайджест самых интересных ответов с поездки в Минск. Обещал задать ваши вопросы и рассказать ответы вам. Но вот пацан сказал, пацан сделал. В стрим-версию зашло далеко не всё, потому сейчас будет короткая версия. Так что полундра! Ставь лайк, если ждал нечто похожее или услышал интересную новость. Только, увы, забегая вперёд, немного огорчу вас, ведь фактически всё интересное было сказано без дат. Тем не менее, понять логику и примерно оценить вектор развития можно и так. Так что поехали! Всех, кого волновал вопрос, связанный с ответом Александра Богомольского на форуме, вот он, на вашем экране, если кто не в курсе. И если вы вдруг пропустили праздничный стрим, то я вставлю ответ сюда. Цитаты, так сказать. Ох, упадёт онлайн, то вы уволитесь. Но с тех пор как-то и новостей по этой теме нет, и онлайн вроде бы не возрос с тех моментов. Там-там-там. Там-та-та-там. Ну, я как-то не очень помню, чтобы я писал именно в таких выражениях. Да и писалось это пару лет назад. Ну, слушайте, раз уж, если так вот людей прям волнует, это конкурс был такой, вопросов. Я вас уверяю, вы можете пройти на мой канал, на его гетфаны, проверить. Верим на слово автору крупнейшего канала. Это вопрос, где-то вот в топчиках. Хорошо. Если вопрос всех так сильно волнует, и есть ощущение, что у людей, что меня можно заменить кем-то более квалифицированным, давайте так. Я поговорю с нашими HR-ами, руководством и всеми остальными ребятами. На следующей неделе, ну, может быть, через неделю опубликуем, значит, вакансию на должность мою. И там будет описание, что требуется от человека на этой позиции, какие требования, задачи. Ну, если найдем более грамотного гражданина, отлично, значит, так я и утопаю. Вот это да. А если не найдем, ну, значит, не найдем. Теперь, надеюсь, вопрос решен. А дальше коротко другие интересные ответы на ваши интересные вопросы. Так вот, операция Динамо против живых игроков скорее всего не будет, так что ждать мины в ПВП не нужно. Тем не менее, ПВП направление в ближайшее время будет крайне интересным. Не за горами, а очередной сезон ранговых боев. А также в 06.12 должны появиться клановые бои. И осенью, вероятно, будет турнир. Серьезных изменений геймплея авианосцев не планируется в этом году. Но сделать класс более дружелюбным игрокам и популяризировать его разработчики, конечно же, хотят. Но в целом, как класс, авики ведут себя нормально. Цеппелина доведут до играбельного состояния и выпустят в продажу. Если получится, то возможно это случится еще до конца этого года. Ну, а авианосцы в Великобритании будут когда-нибудь. Но подробностей нет. Может быть в следующем году, а может быть и позже. Те авианосцы, что были в игре, но были выпилены, типа Синано, рано или поздно тоже вернутся в игру. Но точно не в этом году. Но бумажные проекты и даже ветки из бумаги будут. Но приоритет у них ниже, чем у построенных в реале кораблей. Ожидаемый итальянский флот. Много кораблей в Великобритании, США и советских проектов. Все они буквально стоят в очереди и ждут своего часа на создание. Но пока подробностей о конкретных кораблях нет. Сказали, будет сюрпризом. Индивидуальные обучалки в виде миссий или видео возможны в будущем. А сейчас работают над кучей разных механик. Да что далеко ходить, вон, к примеру, дымы 2.0 не так давно слили на тест. Хотя в релиз патча изменения не пошло. Подробности о дымах еще предстоит узнать. Но я повторюсь еще раз, что, как по мне, изменение это было крайне важно и интересное. И я вот надеюсь, что от него не откажутся совсем. А просто улучшат апами техники, которую данное изменение затронет сильнее всего. И вновь выкатят на тест с последующим релизом. Ну ладно, что-то отвлекся. Вам, наверное, будет интересно узнать, что изменение и появление игровых механик неизбежно. Это нормальный и правильный путь, чтобы делать игру более разнообразной и интересной, как сказали на стриме. Кроме того, знайте, что механики обмена премкораблей, трейды на другими словами, не планируются сейчас. Проект молодой и время этой механики еще не пришло. По словам тех же самых разработчиков. Кстати, если еще вспомнить вопросы про пожары, мол британских ЛК слишком много и они заразы выжигают все, то важно отметить еще один ответ. Пока что прямой урон снарядов британских линкоров, фугасов и бронебоек соответственно, сильно преобладает. Потому изменение механики пожара для них или в целом в игре не нужно. Но на всякий случай позже, когда в рандом вернутся линкоры и других классов, будет проведена оценка эффективности и по ее результатам решат судьбу этой ветки. Ну а проходя тему баланса, конечно, было мало чего интересного. Пока все в более-менее норме и изменение баланса, как говорится, не в приоритете. Да и баланс авиков плюс-минус два это тоже норма. Кстати, а помните еще вопрос про премы за свободку, который принес своему автору Граф Шпе в розыгрыше. Его я тоже задал в прямом эфире и получил вот такой ответ, что премы за свободку это отличная механика. Ее будут развивать и создавать новые корабли. А один уже обсуждают. Так что я думаю, рано или поздно у каждой крупной нации в теории будет свой такой прем. Ну а пока ждем кланы и базы. И хотя базы в следующем обновлении выглядят только лишь как веселая ферма, но не исключается возможным когда-нибудь допилить концепт и дать возможность атаковать порты. Но это в далеком будущем. А пока соревновательный режим планируется как клановые бои, о которых я уже не раз говорил. И по последней информации есть вероятность получить соревновательный режим для десяток. Ну а дальше, глядишь, и киберспортивным направлением займутся. Или хотя бы задумаются, как же его создавать. Ну а на ВГ-фесте обещают рассказать про планы на год, как это было примерно год назад. Только вот как показала практика, планы на год склонны меняться. К примеру, вот в прошлом году было обещание создать подветку советских эсминцев. И по слухам, обладающими ракетным вооружением. Но вот тест вооружения затянулся и, видимо, он не удовлетворил разрабов. Потому и ветки, как вы видите, за год нет. Но в будущем они будут введены. Эсминцы, то бишь. Но насколько далеком история умалчивает. С другой стороны, нас убеждали, что в этом году постараются провести фест лучше. Оптимизировать зоны, повысить комфорт пребывания. А главное, сделать фестиваль игр Wargaming. А не то, как было в прошлом году. Фестиваль танков, где иногда звучало со сцены что-то про другие проекты. Ну а в этом году внимания тем же самым кораблям должно будет уделиться больше. Хотя и танки сохранят при этом свой статус паровоза. Но это же и понятно. Главный, по сути, проект как по онлайну, так и, возможно, по прибыли. Но это, конечно, моя оценка. И цифры не посвящен. Еще помню важную тему вопросов про оптимизацию. И тут, пацаны, у меня скорее грустные ответы. С оптимизацией работает каждый патч, но тем не менее, подгонять игру под самые слабые компьютеры цели нет. Так что появления, как вы выразились, анти-HD клиента, скорее всего, не будет. Ну а теперь очень коротко по оставшимся вопросам и новостям. Итоги недели с Джеймсом Вайтом переходят на пятницу. Объединение голды не в приоритете. И за обменом, как всегда, обращайтесь в ЦПП. Рекорд в Дудинке состоялся. С чем я, жители, и поздравляю. Вот, в статистику на сайте Пауков пока не рассматривается. Но, как по мне, это очень даже зря. Ведь наша экономика строится вокруг цифры полностью уничтоженных кораблей, а не нанесенной домашки. Так что, как по мне, упущение вводить одно и молчать при этом о втором. Ну а новые достижения будут вводиться и дальше. И ваше предложение по поводу достижений класса или конкретного корабля я передал. Так же, как и предложение ввода-продажи жирных боевых задач за свободку. Но такое, как я узнал, пока невыполнимо. Хотя, как сказал Александр, предложение, конечно, интересное. Работа с модами ведется. Фильтр отлавливает нарушителей. И тут разработчики спокойны. Слухи про работающих ботов, которых не ловит фильтр пока под вопросом. Ведь, несмотря на то, сколько же людей пишет про такого бота, найти хотя бы одного человека, который видел установочник такого бота, задача невыполнимая. Хотя, если вы знаете, что и где скачать, то маякните. Глядишь, разработчики расщедрятся и для вас на какую-нибудь благодарность. Тем не менее, как итог, ожидающее закрытие клиента для ввода модов ждите дальше, пока такое не планируется. Ну а конвейер патчей показывает себя хорошо. Да, появилось негодование на периодические полупустые патчи. Тем не менее, негодование по поводу очень долгой реакции от разработчиков на появляющиеся проблемы стали значительно мягче. А это важно. И потому переходить к системе редкие большие патчи пока не планируется. Ну и напоследок, еще немного позитива. Игра точно проживет еще долго. И у разработчиков по поводу онлайна нет опасений. Развиваться есть еще куда, ведь не все идеи реализовали. Потому на вопрос, какой же будет игра в будущем, ответ был такой, что игра будет лучше. Как-то так. Ну и немного негатива. Ведь возможности обменять в игре бесплатную игровую валюту на платную не будет. Ибо это противоречит текущей логике системе монетизации. Если что-нибудь поменяется, может быть и ответ тогда поменяется. Ну а пока так. На этом все. Не болейте, не скучайте. Подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик и не забывайте отгрузить оценок под видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok